Все меньше времени остается до дня голосования по внесению поправок в основной закон нашей страны, Конституцию Российской Федерации. Своё мнение по этому поводу в эфире телекомпании ТВИН высказывают как простые горожане, так и люди, облеченные властью и принимающие решения. Игорь Гурьянов задал свои вопросы сопредседателю рабочей группы по внесению поправок в основной закон Павлу Крашенинникову, уже традиционно в режиме видеоконференции. 1 июля. День общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Наша страна. Наша Конституция. Наше решение. Павел Владимирович, мы с вами встречались буквально две недели назад. Не стану скрывать, та встреча была полезной. Страна готовится к голосованию за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. У людей много вопросов, и ваш тогдашний рассказ был очень полезным. Давайте поговорим об этом еще немного. Серьезная задача для каждого – сделать свой выбор. Мы на рабочей группе, несмотря на то, что текст сформирован и принят уже в парламентах, я имею в виду не только в федеральном, но и в субъектовом, мы отрабатываем вопросы безопасности голосования, мы отрабатываем вопросы, связанные с фейков, мы отрабатываем вопросы дистанционного голосования. Понятно, что в Челябинске пока не проходят, но это пока. Время идет, мы, конечно, к информационным технологиям все ближе и ближе. Не только покупаем продукты и звоним по телефону, но это все будущее. И поэтому для нас вчера, например, Москва и Нижегородская область укладывали, как сделать так, чтобы обеспечить безопасность. Как вы лично, Павел Владимирович, оцениваете готовность к этому судьбоносному мероприятию? Все ли готово? Мы сейчас как раз очень много работаем с Роспотребподзором, с Минздравом, много работаем с точки зрения наблюдателей, много работаем, смотрим, как будет организовываться это все мероприятие, какие есть шарактерии, какие есть проблемы, которые могут использоваться в ту или иную сторону. Конечно, нужно не допустить возможности там два или больше голосования. Павел Владимирович, не секрет, что наиболее активная часть нашего электората – это люди старшего поколения, которых, безусловно, интересует социальный блок поправок, который вы уже упомянули. Вот эта социальная поправка – обязательная индексация пенсии. Насколько она значима? Ведь и до этой даты пенсии индексировались. Мы таким образом успокаиваем граждан или даем гарантии? В чем смысл именно конституционной нормы? Ну, Игорь, вы, как всегда, точно задаете вопрос, с одной стороны, он всегда глобальный. Я просто… первая часть вопроса, все-таки это касается всех. И это не только касается тех, кто пасше, а кто… Ну, может быть, они более активные, да, но это касается и тех, там, 20, 30, 40 лет. И даже тех, кто сегодня не засунует, это их больше даже будет касаться. Наших, там, детей и внуков и так далее. Поэтому это как раз, я уверен, что эти поправки, они, вот, эти 20, 30 лет. И хочется верить, чтобы такие возможности открывались для всех, а не только для какого-то определенного крупного и значимого. Теперь, что касается социальных поправок, понимаете, у нас вот эта индексация, которую, Игорь, вы упомянули, она у нас была в федеральных законах, но у нас, вот сейчас был так, при принятии бюджета, и индексации, у них говорилось, что вот, там, они производиться не будут. И они не производились потому, что в законе о бюджете это было там указано, и, соответственно, в какой-то код пропускал. Конституция – это закон высшей юридической силы, как мы знаем, соответственно, никакой бюджет, никакой правительственник, никакой комитет не сможет приостановить здесь кондиционных норм. Возможно, они реально есть кондиционный студ, но это, в принципе, я думаю, в голову никому не приходит.